В Чувашии, по данным Министерства здравоохранения, более 24,5 тысяч человек имеют серьезные проблемы, связанные с чрезмерным употреблением спиртного. Сразу в нескольких районах отмечено рост числа алкогольных психозов. Наша съемочная группа побывала в Шумерли и выяснила, на какую помощь могут рассчитывать больные, страдающие алкоголизмом. Шумерлинское отделение республиканского наркологического диспансера обслуживает не только жителей города, но и пяти близлежащих районов. Ядринского, Порецкого, Красночитайского, Бресинского и Шумерлинского. Именно сюда за помощью приходят люди, попавшие в зависимость от зеленого змея. Нередко их приводят родственники. Владимир Михайлов своего лица не скрывает. Мужчина не пьет уже несколько лет. Признается, без поддержки врачей и психологов диспансера вряд ли справился с недугом. Дома сам никогда не отойдешь, я считаю так. Потому что обязательно какая-то причина. Или друзья приходят, или... Дома есть дома, да, вроде. И магазины рядом. У всех, кто пришел на групповое занятие с психологом, были серьезные проблемы с алкоголем. У каждого своя история. Как не сорваться и снова не уйти в запой? Здесь помогают понять, что спиртное не решает проблем, а лишь усугубляет их. Из наших пациентов возвращается не менее 50% в нормальную среду. Потому что есть куда, вот у нас конкретно, у нас в Шумеле есть куда обратиться членам семьи, самим пациентам. И получить и лечебную помощь, и психологическую помощь, и психотерапевтическую помощь. По словам врачей, важно сделать первый шаг и обратиться за помощью к специалистам. Однако признать зависимость от алкоголя и переступить порог диспансера для многих непросто. С этой целью проводятся ежемесячные выездные консультации в библиотеках. Все обращения, как личные, так и письменные, анонимные. На особом контроле и так называемые неблагополучные семьи, в которых родители злоупотребляют спиртным. Мы 9 родителей, 9 молодых родителей в этом году направили на квалифицированное медицинское лечение. Семь родителей получили лечение, они адаптировались, они все полностью вылечились от алкогольной зависимости. В настоящее время они полностью занимаются воспитанием своих несовершенных летних детей. И одну родительницу мы даже обязали в судебном порядке пройти лечение. Как и любое другое заболевание, алкоголизм гораздо легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому врачи наркологического диспансера регулярно встречаются со школьниками и студентами. Формирование у подрастающего поколения моды на здоровый образ жизни и неприятие алкоголя – одна из задач психологов. Сергей Янин, Леонид Петров, Никита Углев, Вести, Чуваше.